Всем привет, мои дорогие друзья! На связи GrimOptimist. И знаете, я заметил, особенно в комментариях под моим последним роликом, посвященном Escape from Tarkov, а вернее перевносу очередному альфа-теста на начало августа, я стал еще больше замечать вот этих вот комментариев в духе, мол, это вообще не игра, разработчики просто собирают бабло за предзаказы, потом закроют студию и свалят с деньгами. И раньше такое тоже на самом деле было, то есть в том плане, что такие комментарии были и под предыдущими роликами, и под экстримами и так далее, это все было, но вот сейчас их стало вот откровенно много, то есть реально много. И кто-то может подумать, дескать, вы что, больные что ли на голову, что вообще за бред, какой свалят с деньгами вообще, с чего вы взяли вообще, откуда такая информация и вообще, как вам могло в голову такое придумать? Ребята, такие мнения вовсе не потому, что мы какие-то конченые параноики, знаете, и так далее, ведь если хорошенько вспомнить, то такие случаи были, да-да-да, были действительно, и кто смотрит мой канал давно, он уже, конечно, понял, о чем будет речь. А речь у нас про замечательную компанию, не знаю, правильно ли вообще назвать их разработчиками, наверное, нет. Компанию West Games, которые когда-то делали, ну, типа, делали Ареал. И выкатили они свой проект на Kickstarter. И посвящен он был серии Сергея Тармашева под названием Ареал, который, кстати, читал, по-моему, несколько книг, очень так себе чтиво, честно скажу. То есть не полное дерьмо, но и не фонтан. Ну, по сути, калька со Сталкера, не что иное, как реально просто сперли со Сталкера все, что можно. Немножко добавил своего, ну, почитать можно, в принципе, если не что делать, там, в электричке, да. Но они решили сделать игру, ну, как они и сказали. И выкатили они свой проект на Kickstarter. И, по-моему, они должны были собрать там то ли 80 тысяч долларов, то ли около этого. Ну, во-первых, это очень мало для шутера от первого лица, особенно в открытом мире. А наобещали они там, что это будет новый Сталкер, там, сюжет, открытый мир, всего там. Ну, просто золотые города. И их с Kickstarter выкинули за мошенничество. То есть сами администрация ресурса Kickstarter, она уличила их в мошенничестве и удалила оттуда. При этом, не надо забывать то, что Kickstarter, это ведь не просто сервис, где можно собрать денег и свалить. Там такое не проканает. Там, если, допустим, не собирается полная сумма, или если игра вообще не выходит, там, ни в какую стадию, да. То всем, кто задонатил, деньги возвращают. Вот такие дела. После этого наши дорогие ребята из West Games, они не обломались и запустили собственную типа краудфайдинговую систему. На которой они беспаливо еще. Сейчас, к сожалению, просто пруфов уже не найти, потому что все это закрыто давно. Они еще разместили как бы еще какие-то проекты. То есть помимо своего ареала там на этом. Как бы это не просто сайт, посвященный ареалу был поначалу, а как будто бы это какая-то краудфайдинговая система. Там были какие-то еще непонятные проекты, которые сделаны там за 10 минут, знаете, просто какие-то. Ну, короче, это кто вот застал, он помнит. Если у кого-то из вас сохранились скриншоты, это круто. Можете в моей группе ВКонтакте покидать ссылочки, в принципе. И самое забавное то, что многие купились. Они реально насобирали там бабла. То есть при этом там была такая уже, как бы это сказать, такой регламент, в отличие от Кикстартера, что они тебе вообще ничего не обязаны. То есть никто тебе деньги не вернет ни при каких обстоятельствах. Тебе никто ничего не обязан. Никто ничего не должен. Ты просто отдал им свои деньги. Все, забудь про них. И самое интересное, вот это вот, то, что стало мемом, наверное, не в последнюю очередь, благодаря мне, это то, что был приискурант, что при определенной сумме, которую ты задонатишь, ты получаешь определенные, как бы, фишки. Например, там можно было получить памятник себе в игре, да, то есть с твоей рожей. Или сделать персонажа с твоим лицом. Или даже поесть с разработчиками. Ужин с разработчиками там был. За большую цену. Не помню, там, тысяча долларов или что-то около этого. Да, ребята, вот такие дела. Вот, ну, было много шуток там, мол, сколько стоит за глотом с разработчиками там и так далее. Но факт остается фактом. Деньги-то они насобирали. После чего они закрыли свой проект. И объявили о старте нового проекта под названием Stalker Apocalypse. Тут они даже, по-моему, не стали заразарачиваться с краудфайдинговой системой. Просто сделали какой-то сайт, где как бы была шкала. Опять там нужно было собрать какую-то сумму. Ну, те же самые, ну, там были и новые, но в основном те же самые вот эти плюшки. Типа там ужина с разработчиками. Все это туда перенеслось. При этом непонятно было, как они вообще собрались сделать игру с названием Stalker. Ибо права у Григоровича до сих пор, да. И тогда, ну, уже, по-моему, всем было понятно, что это развод. То есть, предыдущие деньги как бы на Ареал, они как бы, ну, исчезли. Ну, просто не получилось у ребят сделать игру. Сделаем новую. Вот. И тут уже, конечно, ну, почти все поняли то, что это просто мошенники, да. Но остались особо отбитые люди. Я помню, я делал видосы на эту тему, которые защищали. Говорили, что ребята стараются, они делают Stalker новый. Давайте поддержим пацанов. Вот. Были такие люди. Естественно, сайт в итоге закрылся тоже. Они просто усвалили. То есть, все. Все, кто задонатил им деньги, просто забыли про них. То есть, никто ничего никому не отдал. Там был вот этот замечательный ролик, который уже тоже удален с Ютуба давно. Где, с презентацией игры, где были взяты кадры из Stalkers of Pripyat. И вот это. Ну, то есть, откровенный развод вообще. То есть, какие-то концепты, арты нарисованные школьникам на акварелью, не знаю. Там, ну, просто жесть. То есть, какая-то. И все равно находились люди, которые защищали. Понимаете? Потому что, вот, как говорил Мавроди, лох не мамонт, лох не вымрет. То, что вы видите сейчас на своих экранах. Это, к сожалению, факт. И, то, когда, понимаете, вот это вот. Причем, самое интересное, то, что эти люди, они не подались в бега. То есть, какие-то. Они не стали менять там имя, фамилию себе, да, там, паспортные данные. До сих пор у главного, вот этот, я не помню, кем у него фамилия. До сих пор есть страница ВКонтакте. Он там что-то пишет. У него там есть какие-то подписчики. То есть, понимаете, как бы, при том, что там, я вот полистал вот эту ленту, там, за последний год. И ничего там вообще, там, даже косвенно касающегося Сталкера Реала или там еще что-то подобного не нашел. То есть, не парятся. Это даже не мошенничество. То есть, понимаете, по регламенту, отдав им деньги, ты их просто подарил. С юридической точки зрения ты не подкопаешься. То есть, ты не сможешь с них вытрясти никакие деньги назад. И они даже и не парятся, и не прячутся, и никого из них там ничего не отметелили и так далее. То есть, понимаете, и когда появляется какая-то компания, да, которая до этого делала браузерную игру. Кстати, те тоже называли себя разработчиками Сталкера, но при этом не были ими. То есть, там единственный, по-моему, был то ли один, то ли два человека, которые делали какую-то браузерку на основе Сталкера. И то, в итоге, ее так и не сделали. Тут, конечно, разработчики в случае с Старковым не объявляют себя разработчиками Сталкера, слава богу. Но, понимаете, хотя чувствуется более серьезный подход, во-первых, они уже до этого все-таки сделали игру, которая до сих пор есть, да. Во-вторых, все-таки нам показывали какой-то геймплей, это не были просто концепт-арты. Но кое-что общее прослеживается. Вот эти откладывания сроков, вот эти сборы, очень дорого все поначалу, да. Естественно, люди, особенно, я думаю, те, кто тогда задонатил на Ареал, такие, по-любому, думаю, среди вас есть хотя бы несколько человек. У них, естественно, то есть, ну, их кинули, да, и сейчас, ну, абсолютно недоверие, то есть, ко всем похожим. А тут реально похожий случай, то есть, он похож. Да, он более серьезно, грамотно сделанный, но это не отменяет того факта, что есть общие моменты. Естественно, если уже людей кидали таким образом, люди ждут везде уже кидалово, то есть, я не могу их за это обвинять, да, и это нормально, то есть, понимаете, недоверие, оно, как бы, из ниоткуда не берется. Вот и все. Поэтому просто помните о том, что были уже такие случаи, то есть, понимаете, российский геймдев, да, игровая разработка российская, она настолько суровая, что даже не обязательно делать игру. Можно просто сказать об этом и нарубить бабла просто на пустом месте, и потом потратив все на кокаин и на шлюп. То есть, понимаете, это не здоровая херня, то есть, такого в мире практически нигде больше нет. И у нас вот такая вот игровая разработка, и то, что к ней такое отношение, то есть, что никто никому не верит, да, но это не из пустого места взялось. Потому что были случаи, вот и все. И разработчикам, вот, старковым, им надо как-то, я не знаю, уходить от этого. То есть, в том плане, чтобы не быть похожим. Иначе, ну, сейчас уже очень много хейтеров. Они ругаются, вон, то, что, Никита Буянов, то, что вот хейтеры есть у игры. Какие хейтеры у вас игры нету, я еще раз говорю. Игры нет, хейтеров быть не может у того, чего нет. Понимаете? То есть, поэтому тут надо просто было, я не знаю, как-то, вот эти откладывания сроков, вот эти цена огромная за предзаказы. Вот вы это сделали, вы получили такую реакцию людей, многих. Да, и вы никуда от этого не уйдете, просто потому, что люди не доверяют. И это нормально для нашей страны, еще раз говорю. Потому что были случаи, когда люди доверяли, их кидали. То есть, понимаете? Вот и все. Это та причина, по которой, если ко мне в квартиру звонят какие-то люди и начинают что-то там зачесывать, не предлагать, их сразу просто нахер посылают. Иногда даже прямым текстом. Потому что я знаю, что мне сейчас люди начнут меня разводить на что-то или что-то впаривать. Если ко мне, особенно если они не могут объяснить в двух словах, кто они такие и что им надо. Если ко мне на улице человек подходит и просит что-то там уделить пару минут, чтобы заполнить, я сразу же ухожу просто. Говорю, извините, мне некогда. Потому что я знаю то, что кидают постоянно, то есть и так далее. Мне это не надо. И тут то же самое, то есть, да, с игрой. Поэтому, ребята, будьте внимательны, будьте бдительны. В общем, и давайте посмотрим, чем все это закончится. Я бы на вашем месте, конечно, не стал уж так такие выводы делать. Но я говорил, что я предзаказ не оформлял и никому не советовал этого делать без большой необходимости. Посмотрим, чем все это обернется. Всем до скорого. Всем пока. Продолжение следует...